всем большой привет ну что сегодня снимаю второе видео подряд но уже вечер макияж выложила несколько дней назад вот этот розовый макияж я его не подправляла это я про качество теней я нанесла заново пудру я нанесла блеск но глаза я не подправляла я немножечко здесь нарисовала подводку черную потому что видимо ее пальчиком стерла но сами тени как прибитые в общем тени обалденного качества кисти тоже мне очень сильно нравится все ссылочки внизу описание оставлю ссылку на видео макияж и так сейчас приступим к пустым баночкам вот так и сделаю значит пустые баночки что по волосам у меня закончился вот такой шампунь кстати он мне очень нравился лиф de la но в нем было 400 миллилитров и это энергия роста депантенол кофеин сейчас я тоже пользуюсь белорусский это белорусский бренд белорусским шампунем vitex какой-то у меня чуть больше жирнятся волосы хотя этот шампунь тоже был мягкий здесь были мягкие пафы но волосы были мои чуть более свежими оставались чуть дольше свежими с вот этим шампунем шампунь хороший но теперь я буду я допользую все шампуни все что есть у меня и я планирую купить какой-нибудь профессиональный литровый шампунь но этот был неплохой что касаемо волос у меня закончилась вот эта маска для волос за 100 рублей из фикс прайс супер фреш я его мне рекомендую я ее повторять не буду на троечку работа ну и стоимость 100 рублей да и вообще не захламляйте свои банки вот такими средствами потому что у меня есть лучшие маски но так как у нее срок годности при открытии 30 дней вот этот сто процентов свежие ингредиенты общем как саде здесь была помка какая-то такая железная крышка как консерва так открывалась она и поэтому мне как бы вроде как и не выкидывать и приходилось пользоваться потому что срок годности маленький но по факту у меня есть лучше маски поэтому не тратьте деньги не захламляйте свое пространство я не куплю и вам не советую что касаемо маски которая вообще не работала не то чтобы она не работала она убивает мои волосы она их и сушает она ужасно это витекс я в принципе дружу с такими масками белорусскими но вот это она просто жуткая я ее перемешивала с другими масками в общем как только я не пыталась с ней подружиться я ее носила как привошен к наносила перед мытьем и очень сложно смыть я не знаю сколько кубов воды нужно вылить и волосы путаются волосы как будто вы знаете вот налет когда есть какой-то да в чайнике белый налет когда внутри все не блестит и вот как будто бы на волосах такой же налет из чего-то что делает ваши волосы не блестящими они шуршавые становятся они за друг друга цепляются они более ломкие и сушеные в общем дикое штука хотя зеркальный уол слик эффект идеально гладкие шелковистые послушные волосы вообще не гладкие не блестящие спутанные и сушеные волосы жуткая банка выбрасываю вот так вот что там еще мне упал упали у меня вот такие вот шелк для волос такие вот пакетики днс жидкий шелк дешево бюджетно неплохо за к почти закончила сыворотку от битекс битекс мне она не очень понравилась 30 миллилитров целых осталось еще буквально на один раз средства но не захотела я добивать у меня есть хорошая дорогая до 1800 стоит хорошая сыворотка уже вот прям половины нет вот это классная сыворотка зачем я буду мазаться вот это если есть вот это поэтому тоже вот одно использование но не доиспользовала выкинула закончился крем пантенол пять процентов я не помню когда я его купила но тут я его нашла я его пользу использовала на руки он такой жиденький но он хорошо увлажняет как будто бы заживляет ручки увлажняет в общем да использовала на руки в принципе наверное я его так и покупала для рук он неплох мне понравилось если увижу я просто даже не помню где его купила наверное в магните в каком-нибудь не знаю в общем если увижу то возможно даже куплю у него такая консистенция кремово гелевая такая легкая но при этом увлажняет очень очень хорошо крем для лица закончился это корейский бренд джи год этот крем мне понравился меньше чем крем мой любимый с красной такой вишневой крышкой железный запах был обычный в общем это с органовым маслом был крем пользовалась луны увлажняет и питает но этот я лично повторять не буду а куплю свой любимый свой любимый крем куплю от этой фирмы именно по моему с коллагеном что-то такое но крем неплохой и закончился у меня наконец-то от faberlic тональный крем который совершенно отсюда не выдавливался мне приходилось его открывать видите почему такой пожамками потому что я его вот так выдавливала то есть есть еще где-то на 1 можно и попользоваться израсходовать но я не могу все я не хочу он не надоел он skin и skin luminosity foundation spf 25 такой знаете свечение придавал на лице но не свечение как блестки освещения как не жирная кожа вот такая вот увлажненная кожа эффект был неплохой spf 25 это прекрасно но тон не стойкий и упаковка ужасная я все еще хриплая чем больше говорю тем больше хрипну тоник какой-то пробник помните он показывал у меня огромное количество таких вот пробничков это какой-то корейский тоник зачем показываю потому что я честно говоря не очень знаю что это за фирма и как бы что тут можно понять все закончился в общем такое вот маленькое количество пустых баночку у меня было за февраль месяц но значит что я буду сохранять не выбрасываю это вот такой вот тональный крем в конце года мы подсчитаем сколько я использовала я его скидываю в самый нижний ящик в общем и собираем декоративную косметику все остальное у меня идет на мусорку я не знаю буду ли я собирать дальше пустые баночки будет ли у меня время снимать пустые баночки пока что я не знаю но с этими мы с вами попрощались тени покажу вам в конце еще раз эти прекраснейшие тени на мне розовый вот этот оттенок чуть-чуть затемнила я вот этим фиолетово-вишневым темным прекрасные стойкие хорошо носятся тушуются просто какие-то замечательные тени обожаю просто обожаю очень вам советую у них были было еще какая-то такая вот упаковка которая сверху надевалась на по всей видимости у меня упала куда-то но да ладно в общем тени потрясающие просто потрясающие очень не нравятся посмотрите какая красота все мои хорошие помещаем тени уже не помещаются ладно чтобы поделать все до новых встреч пока пока